И сегодня мы вместе. Я поздравляю всех с началом трудовой недели, с праздником и Днём Знаний. И поздравлять с Днём Знаний можно каждый день, потому что Знания у нас не кончаются пока. И хорошо будет тоже подавать, как какое-то изысканное яство. Вот подают блюдо какое-то, вот и Знания подавать так, чтобы все его ждали. Вот давайте, может быть, попробуем в этом году поработать об этом, чтобы меню урока, не подумайте, что это какое-то качество, было таким же вкусным, ярким и интересным. Ну что же, тема наша «Если завтра дня, то Знания до Кущенко и Знания готов». Это обзорная такая история. Поговорим о том, что изменилось, что осталось на прежних позициях и наметим путь на целый год. Я с вами, Данила Васильевна Крюкова, ведущая методист издательства «Посвящение». По традиции попрошу вас обозначить географию, где вы, из каких-то мест замечательных, приветствую всех, кого знаю и очно, и заочно. Давайте работать. Итак, «Если завтра дня». Известная песня заканчивается словами «Если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». На сегодняшний день, я уверена, все вы готовы к походу. Поэтому давайте проверим снаряжение, посмотрим, что у нас есть в активе наше. Итак, мы говорим о школе будущего, но школа будущего начинается сегодня. Поэтому на сегодняшний день и сегодняшние задачи для выполнения, для того, чтобы мы достигли цели. Где взять самую актуальную информацию? По-прежнему это наши уважаемые, так скажем, документальные источники. Сайт Федерального института кодиологических измерений, где опубликовано все, что нам нужно для работы. Это Федеральная служба по надзору в сфере образования и навыки, Рособранадзор. Сайт Министерства просвещения России. Далее есть отдельные официальные информационные порталы единого государственного экзамена и государственная итоговая тестация. Очень рекомендую вам обращаться к этим источникам, чтобы быть в курсе всех актуальных событий, которые происходят в нашем едином образовательном пространстве. Спасибо большое за то, что вы откликаетесь. Вот ниже уже Иркутский, Иркутскую область, Пермский край, Ростовскую область. Очень рада, что вы все с нами. И сайт издательства просвещения. Пользуйтесь методическими материалами, которые в свободном доступе. Смотрите новым фильмом, читайте новости. Сайт для вас, издательство просвещения. Итак, вот и папа. На дворе 2018-2019 учебный год, у нас он вот такой, на два временных, две цифры названия этого года, и вновь мы говорим о государственной итоговой аттестации. Определилось уже, что допуском к ОГЭ является собеседование по русскому языку, допуском к ЕГЭ является итоговое сочинение, как и было в прошлом году. Есть небольшие изменения в кимах. Об этом и поговорим. Готовимся в комплексе. Это не значит, что нужно разделить работу отдельно для сочинения, отдельно для собеседования. Все это взаимосвязано. И подготовку к этим испытаниям хорошо будет вести уже с пятого класса. Есть пособие Андрея Георгиевича Нарушевича. И подготовка к государственной итоговой аттестации с пятого класса. Андрей Георгиевич, вас приветствую персонально, я видела, что вы тоже с нами. Поэтому есть и вот учителя. Наверное, очень рады тому, что есть такой замечательный специалист. Итак, вот проект, где уже четко обозначена позиция. Допуск государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. И опубликован уже демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку. И так уже статус допуска государственной итоговой аттестации. Инструкция по выполнению заданий. Мы ее просмотрим по диагонали. Посмотрите, все, что мы проходили в пилотном режиме, актуально на сегодняшний день. Итак, у нас две части. Первая часть состоит из двух заданий. Ученики, экзаменуемые, работают с одним текстом. Задание первое и второе выполняйте с использованием одного текста. Это чтение вслух, поразительное чтение. Обратите внимание, время на подготовку две минуты. И задание второй, первой части. Пересказ прочитанного текста с дополнением его высказывания. Время на подготовку также две минуты. И вторая часть, которая никак не связана с текстом, который предложен в первой части экзамена. Вернее, не так скажем, допуск, как экзамена. Итоговое собеседование. Так называется это процедура. Задания 3 и 4 не связаны с текстом повторения, который ученики читают. Ученик выбирает сам тему для монолога и, соответственно, диалоги. Обратите внимание, задание 3 предлагается выбрать один из трех предложенных вариантов беседы. Описание фотографии, как и было, повествование на основе жизненного опыта и рассуждение по одной из формулированных проблем. Задание 4. Участие в диалоге. Актуально развитие спонтанной речи. Говорите на уроках. На разминку небольшую по спонтанной речи можно выделять буквально одну-две минуты. В начале урока предлагать ученикам спонтанные вопросы, пускай дают ответы, не боятся, учим их общаться. Общее время остается прежним, 15 минут. Задание 4. Это не означает, что если ученик отвечает 17 минут, в силу каких-то особенностей речи своего, это значит, что он не сможет справиться с заданием. Другой ученик будет отвечать 13 минут. И 15 минут и не держать на экзамен, конечно, не нужно. Итак, обратите внимание на пожелания. Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи. Говорите ясно и четко. Не отходите от темы. Так вы сможете набрать наибольшее количество баллов. Проходной балл остался прежним. Посмотрите. Вот задание. Это в первой части. Второе задание. Пересказ текста. Есть поле для заметок, которым ученик может воспользоваться. Обратите на это внимание. И критерии. Смотрим. По-прежнему у нас интонация. Темп чтения. Учитывается при оценивании чтения вслух. Максимальное количество баллов 2. Задание второй части 1. Пересказ текста. С включением приведенного высказания. П1, П2, П3, П4. Обратите внимание. Способы цитирования. Ошибок нет. Или допущены ошибки при цитировании. Одна и более. Обратите внимание. На максимальное количество баллов это 4. И у нас критерия оценивания правильности. Речи. Смотрим на грамматические нормы. Ортолитические нормы. Речевые нормы. И отдельно выделим еще искажение смех. По этому блоку максимальное количество баллов 4. И заметка. Обращаем внимание. Вот звездочкой помечены замечания. Если участник собеседования не приступал к выполнению задания 2. То по критериям оценивания правильности речи. За выполнение задания 1 и 2. Критерий R1. Ставится не более 2 баллов. Максимальное количество баллов за работу с текстом. Задание 1 и 2. 10. Далее смотрим критерии монологического высказания. М1, М2, М3. Максимальное количество баллов 3. И критерий оценивания диалогов. Максимальное количество 2 баллов. И мы опять обратим внимание на критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4. Обратите внимание на максимальное количество баллов. Максимальное количество баллов за монолог и диалог 9. И обратите внимание, критерии остались прежними по общему количеству баллов. Итак, общее количество баллов за выполнение всей работы 19. Экзаменимый получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 10 и более баллов. Достаточно 10 баллов, чтобы получить зачет. Я хочу обратить ваше внимание на пособие Ольги Владимировны Горлановой «Русский язык. Основное государственное экзамение. Готовимся к устной части». Разумеется, произошли изменения, но наполнение этого пособия очень хорошее. Обратите внимание, я пропущу обращение, вернее не пропущу, а хочу обратить ваше внимание на цитаты физиолога Вединского «Устают и изнемогают не столько от того, что много работают, а от того, что плохо работают. Давайте работать хорошо и детей научим работать хорошо». Что в этом пособии? Посмотрите. В первой части раздела «Устное высказание. Практикум. Тексты для совершенствования навыков выразительного чтения». Есть правила выразительного чтения. Они расписаны специально под определенные тексты. То есть в каждом тексте есть примеры. По второй части рабочие материалы для совершенствования умения школьников пересказывать текст, включая в него приведенную цитату. Кстати, есть готовые модели ответов. В третьей части раздела размещены материалы, которые помогут научиться создавать монолог на заданную тему по фотографии. Фотографии хорошие, черно-белые. Они в действии. Во всяком случае, в прошлом году на семинарах я использовала эти задания. Выполняли учителя их с удовольствием, предлагали ученикам. И обратите внимание, есть подсказки. Не забудьте рассказать. Пособие этим и отличается. И четвертая часть, в которой включены вопросы и задания для тренировки умения «Строить условный диалог интервью». Много вопросов. Они дифференцированы для того, чтобы тренировать навыки спонтанной речи. В разделе «Модели ответов» примеры высказанных содержатся примеры пересказанных. Наверняка многим учителям они могут показаться несовершенными, но как основа, как материалы для того, чтобы с чего-то начать, замечательные. Готовые модели ответов я бы не предлагала ученикам, которые умеют справляться с задачами самостоятельно. Если по критериям они укладываются в норму, будет хорошо, если они будут, так скажем, творцами своего высказывания. Они будут радовать вас интересными ответами. Ученикам, которым пользуется материал, можно предложить одну-две готовые модели. Но не увлекайтесь, пожалуйста, иначе на экзамене они будут ждать заданий таких, под которые они могут вот эту готовую модель использовать. А задания во время самого испытания, разумеется, будут отличаться. Никто не знает, какие будут задания. Есть направления, есть материалы, есть демо-версии. Мы к итоговому собеседованию готовим не с девятого класса. Поэтому учителя, которые работают в пятом, шестом, седьмом классе, обращайте внимание на те задания в учебниках, где представлен учебно-методический комплект Ведимакарни Рыбченковой, учебник Вархударова в комплекте Таисы Алексеевны Ладыжинской и сам учебник под редакцией Таисы Алексеевны Ладыжинской. В учебнике Рыбченко, обратите внимание, есть рубрика «Школа чтения», выразительное чтение. Мы обращаем внимание на чтение не столько, может быть, художественных текстов, и, вернее, не только художественных текстов, но и берем тексты научно-популярных. Обратите внимание, задания к учебнику Вархударова, там, где нужно выделить абзации, выписать высказы, в которых выражается главная мысль текста, тоже работают и на итоговой собеседовании в пятом классе. Главную мысль при пересказе необходимо сохранять. Потом у нас в ОГЭ есть изложение, где тоже важно держать вот эту стержень темы. И обратите внимание, есть, обсудите рассказы, обменяйтесь мнением. В учебнике под редакцией Тайса Алексеевна Ладыжинской есть специальные разделы «Задания по развитию коммуникативных умений», «Умение общаться» и «Задания по речевому этикету». Замечательный материал, который можно использовать для того, чтобы работать уже на обмече учащихся с пятого класса. А еще лучше с начальной школы, потому что учителя начальной школы или петрульники, они работают и на наши экзамены общие. Допуск к единому государственному экзамену. Итоговое сочинение. Переключаемся. Сначала у нас идет допуск. Допуск КУГ – это итоговое собеседование. О нем мы поговорили. И вот, пожалуйста, допуск ЕГЭ – итоговое сочинение. Я вижу замечание, что звук слабый. Буду говорить погромче, но и технически наши слова сейчас реагируют. Что нужно вам сделать для того, чтобы звук был лучше? Уже обозначенных министр присвещения, обозначила пять направлений для тем. Я буквально перед вебинаром подумала, что сразу же о каких произведениях я бы сразу же говорила в этих направлениях. Предлагаю вам вместе со мной подумать. Итак, пять направлений. Отцы и дети. Первое, что мне на ум пришло, это произведение «Замечательная барышня-христианка». Очень хорошее для семьи. Есть дети, есть отцы. В буквальном смысле этого слова, потому что они в центре всего повествования. И дети. Очень хорошая история. Небольшая. Не все ученики. Ну что уж, положая руку на сердце, не все читают большие литературные произведения. А если читают, то не успевают охватить все, о чем там говорится, все проблемы. Поэтому посмотрите на произведения, которые вы изучаете в этом году. Ну, в общем-то, и девятиклассников тренируете, и семиклассников. Именно по этим пяти направлениям. Я думаю, что с пятого класса можно уже придерживаться тех направлений, которые каждый год обозначены. Вот вы в пятом классе. Пятый, шестой, седьмой класс. Давайте посмотрим, какие произведения с пятого по одиннадцатый класс можно рассмотреть в предложенных направлениях. Далее, второе направление. Мечта и реальность. Почему-то... Да нет, ну не почему-то. Одно из моих любимых произведений о том, цели Михаила Юрьевича Лермонтова. Я с удовольствием его перечитываю. И это произведение, хотя и поэтическое, оно очень удобно пересказывается. Можно без такого прямого цитирования раскрыть эту тему. Действительно, мечтая реальность этого героя, как мы говорим, идеальный герой, в идеальных обстоятельствах, романтический герой. И трагедия от того, что мечта с реальностью вот как-то не соединились. Но были три дня. И если на одной чаше весов вся жизнь в монастыре, на другой чаше весов три дня, то в таких условиях романтический герой выбирает вот эти три дня. Замечательная, на мой взгляд, тема такая. Следующее направление. Месть и великодушие. Сразу Михаил Афанасьевич Булгаков, роман «Мастер и Маргарита». Может быть, от того, что совсем недавно была на Патриарших прудах. Места... Ничего особенного. Но это место привязано непосредственно к произведению Михаила Афанасьевича Булгакова. Поэтому я бы вот... Первое, что... Если бы сейчас, вот если завтра Геа, я бы подумала о произведении Булгакова. Давайте так. Я тоже буду в этом режиме работать. Если у вас есть предложение, пожалуйста, готово выслушать и обсудить. Пожалуйста, включайтесь в диалог. Будем работать вместе. И то, что вы советуете друг другу, делите своим опытом, ценностью будет представляться для каждого из нас. Следующее направление – искусство и ремесло. Бажов. Каменный цветок. Очень люблю это произведение. Вообще, все, что связано с малахитовой шкатулкой, с вот этим талантом человека и таким негибким материалом, как камень. Но вот художники эти для меня представляют ценность. Доброта и жестокость. Маленький принц Сент-Эдзюбери. Очень хорошо у меня укладывается в эту рамочку. Все-таки у нас заданное направление – это рамочка. И только в день экзамена мы узнаем темы внутри этих направлений. Специально «Красники» выделила рассказы Антона Павловича Чехова. Все можно найти в этих рассказах. Обратитесь к этому замечательному мастеру. Три часа пятьдесят пять минут. Время не изменилось. И критерии. Обратите внимание. Соответствие темы. Аргументация. Привлечение литературного материала. Композиция. Качество речи. И грамотность. Вот критерии, по которым оценивается эта работа. Есть вебинар, который я провела в прошлом учебном году. Называется «Сочинение без сочинительства». Возможно, вам какие-то материалы окажутся очень полезны. Сочинительство беру в таком не очень позитивном смысле, когда ученик чего-то не знает и пытается заниматься сочинительством, а не в том высоком смысле, высоким штилем названное творение, сочинительство, о которых говорили мастера XIX-XX века. Обратите внимание на те задания в учебниках литературы. Вот представлены два учебно-методических комплекта. Это Вера Яновна Коровиной, Виктора Петровича Журавдева, там еще Лебедев и Валентин Иванович Коровин. То есть вот эта вся линейка с пятого по одиннадцатый класс. Есть задания, которые помогут вам готовиться и к итогам сочинения. Обратите внимание, специально взяла учебники седьмого и шестого класса, чтобы показать. Например, произведение Леонида Андреева «Усака». Посмотрите, давайте вернемся в наше направление. Мечта, реальность, месть и великодушие, доброта и жестокость. Вот очень хорошее направление под это произведение. Почему бы вам еще и не поговорить вот в таком вот разрезе, поговорить внутри одного направления, того, которое предложено для итогового сочинения. Пусть семиклассники почувствуют себя взрослыми, самостоятельными. Обратите внимание, есть задания, которые будут работать и на собеседование, на итоговое собеседование. Подготовьте ответы в форме диалога на тему, разговор с другом о прочитанном рассказе Леонида Андреева. Не обязательно это задание выполнять заранее, не репетировать. Пускай это будет вот такой спонтанный диалог по определенной теме. Вот внутри изучения произведения Леонида Андреева. И второй учебник. Обратите внимание, среди авторов, ведущий автор Виктор Федорович Чертов, наш замечательный автор, обратите внимание на разделы его учебника. Вот учебник 6 класса. Здесь есть и, обратите внимание, опыт творчества сочинения вместе со старшими. Творческое прочтение, публичное выступление, собеседование, итоговое собеседование в 9-м, после 9-го класса, вернее, еще когда 9-ти классники еще учатся, обозначен февраль. И точка зрения, не для дискуссии, конечно, а для развития речи, в том числе и спонтанной. Очень много интересного материала с 5-й до 9-й класса. Пожалуйста, работайте над этим вопросом. И ученики в 9-м классе уже просто будут шлифовать свое умение, а не делать что-то заново. Обратите внимание, к итоговому сочинению есть пособие Надежды Ароновны Шапира. Законченная такая история с 5-го по 9-й класс. Я выделила специальные рубрики. Вот посмотрите, у нас, если возьмем, я принесла с собой еще 6-й класс, вот такое вот пособие. И здесь обозначены такие направления. Читаем внимательно, восстанавливаем текст, рассказываем истории, устная речь, рисуем словами, опять же, устная речь, рассуждаем и доказываем. И в 9-м классе я подчеркиваю здесь 3 таких направления. Читаем внимательно, восстанавливаем текст, рассуждаем и доказываем. И серия «Учимся с просвещением». Вам в помощь. Поговорим об ОГЭ. Итак, вот этапы допуска. Мы поговорили допуск ОГЭ – итоговое собеседование, допуск ЕГЭ – сочинение, итоговое сочинение. Обратите внимание, что у нас известно сейчас об ОГЭ. Да всё известно. Все уже изменения произошли. Итак, обратите внимание, не просто итогом обучения для многих девятиклассников станет основной государственный экзамен, а станет первым шагом к желаемой профессии. Есть определенные проходные баллы для профильных классов. И есть набор предметов, которые ученики выбирают. И есть обязательные предметы. Русский язык в числе обязательных вместе с математикой. И литературу они могут по выбору. В помощь подготовки ОГЭ замечательная часть ОМК к учебнику под редакцией Лидии Макарны Рыбченковой. Это пособие Андрея Георгиевича Нарушевича «Готовимся к ОГЭ» обозначено. Обратите внимание, с пятого класса по девятый класс. Вот такие пособия замечательные. Вот, я принесла седьмой класс. Посмотрите. Тесты, творческие задания и проекты. Замечательное пособие двух наших авторов. Андрея Георгиевича Нарушевича и Ирины Валерьевны Голубевой. Многие с этими пособиями знакомы. Теперь о ЕГЭ. Уже вы знаете об изменениях. Уверена, что уже посмотрели. Методические рекомендации. По итогам экзаменов 2018 года подготовлены методические рекомендации. По-прежнему ведущий, автор этих методических рекомендаций Ирина Петровна Цыбулько по русскому языку. И вот именно в этих методических материалах есть и все изменения. Обращаем на них внимание. Просто пройдем по диагонали. В первом задании вместо двух баллов можно получить только один балл. При этом само задание не изменилось. Во втором задании нет теперь вариантов ответа. Необходимо самостоятельно подобрать пропущенное слово. Вот я из демоверсии взяла образец. Обратите внимание. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска. В третьем предложении текста запишите этот союз. Ранее были предложены варианты, из которых ученик выбирал. Теперь он это делает самостоятельно. Обратите внимание. Задание 20, посвященное исключению за него слова лексические, так скажем, нормы отрабатывающие, переместилось на шестую позицию. В связи с чем все задания после пятого, которые были в восемнадцатом году, сдвинулись на одну позицию. Ничего страшного. Просто другой номер. Задания остались. Я считаю, что это нормально. Во всяком случае, это как-то немножечко тренирует наше внимание, чтобы мы не, так скажем, не замыливался глаз на одно и то же. Вот такое изменение. И это удержит учеников от возможности использовать готовые варианты ответов. Вот это, я бы сказала, страшный капкан. Когда при апелляции ученики начинают ссылаться на готовые ответы, которые они взяли где-то на просторах интернета. Давайте все-таки мы для них будем, так скажем, лидерами мнений в этом вопросе. Вот, пожалуйста, смотрите, шестое задание, которое в прошлом году было на двадцатой позиции. Отредактируйте предложение, исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. Вот теперь эта позиция для этого задания. Далее, посмотрите, задание с девятого по двенадцатое. В прошлом году это восьмое, с восьмого по одиннадцатого, посвященное орфографии. Стали сложнее. Почему? Увеличилось количество проверяемых слов и вариантов ответов. Теперь может быть от двух до четырех правильных ответов. И увеличился объем теории, необходимых для успешного выполнения задания. Вот, пожалуйста, посмотрите. Одиннадцатое задание. Если ранее там один был правильный ответ, то теперь вот задание я решала, взяла из демоверсии. Теперь вот правильный ответ. Видите, варианты четыре позиции получается. И в двенадцатом тоже. То есть три правильных будет ответа. Три строчки мы берем как правильные. Так, до сочинения дойдем. Ирина, я вижу ваш вопрос. Пояснение изменений в критерии оценки сочинения. Мы дойдем до этого. И еще хочу обратить ваше внимание. Все-таки вам хорошо быть методических рекомендаций. То есть еще раз каждому с маркером прочитать, для себя все уяснить. Они опубликованы, они есть. Обязательно дам сочинения в комментарии. Так, и я хочу еще на двадцать первое обратить внимание задание. Вот в новом. Смотрите, в демоверсии. Найдите предложения, в которых тире... Я просто вам покажу, откуда я говорю. Вот я для себя также скачала вот эти методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года. Итак, двадцать первое задание. По новой демоверсии. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. Вот оно, увеличение получателя. Не по орфографии, только по пунктуации. Это может быть вариант еще двоеточия. То есть вот такая вот история. Нужно не просто знать все правила пунктуационные, когда ставится тире, но и найти вот такие одинаковые. Так, Татьяна, вижу у вас комментарии сочинений. И еще об основании собственной позиции. Дойдем. Будьте с нами. Так. Итак, посмотрите. Теперь задание на слайде. И задание вот как раз сочинение. Вот оно. Вот оно наше. Смотрим, в чем же у нас, что же изменилось. Это демоверсия 2018 года. Я такой вот красной галочкой обозначила все, ну, то, собственно, третий вот этот абсц, где есть изменения. Итак, согласно инструкции, а это инструкция, 2017 года, обратите внимание, у нас формулировка проблем, поставленных автором текста, комментарии, проблемы, включение в комментарии два примера иллюстрации, два примера иллюстрации строчительного текста, которые, по-вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста, предупреждения избегать чрезмерного цитирования. И вот обращаем внимание на изменения. Итак, в 2018 году мы, вернее не мы, а наши ученики формулировали позицию автора. Писали согласны или не согласны. Вот в пособиях Андрея Георгиевича Нарушевича есть еще момента, такое частичное согласие. Итак, согласен, не согласен автор сочинения с позиции автора текста. Объяснял ученик, почему он согласен или не согласен. Мнение аргументировал, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения. Учитываются первые два аргумента. Объем сочинения 150 слов, работа написана без опоры на прочитанный текст, не оценивается, и нулем балла, предупреждение такое, что нулем балла оценивается работа, если сочинение представляет собой пересказ или переписывание исходного текста. Требования аккуратно и разборчиво написать эту работу. Посмотрим, что в 2019 году. Итак, 2019 год. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Первая часть остается прежней. Добавляется «Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними». Вот еще. Акцент на комментарии все-таки. И изменение вот в этом абзаце. Сформулируйте позицию автора-рассказчика, что мы и делали. Выразите свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста, согласия или несогласия. И обоснуйте его. Все. Давайте вернемся и посмотрим, что ушло. Не нужны аргументы с опорой на читательский опыт, на знание жизненного людей. То есть получается акцент на комментарии, а не на аргументы. Уметь работать с текстом, комментировать его – это важная задача. Объем сочинения остается прежним. И предупреждение о том, почему не оценивается работа и в каком случае, к сожалению, только ноль баллов может испытуемый получить, остается прежним. Вот изменения. Итак, увеличивалось количество баллов за комментарии. Резюмируем, да? Можно получить уже целых 5 баллов. Требования к комментариям стали серьезнее, потому что ушло требование к аргументам. Если раньше в сочинении было акцент на аргументацию, то теперь больше внимания уделено комментарию. В отличие от прошлогодних требований, в 2019 году важно научиться анализировать текст, вести диалог с автором. Аргументы не ведут к диалогу. Это ближе к монологу, сочинению монолог. А вот как раз комментарии текста – это ученик вступает в диалог с автором текста, и он комментирует то, что прочитал. Это работа с готовым текстом. Поэтому важно не только находить проблемы, но и правильно их связывать между собой. Понимать, пояснять, находить смысловую связь между ними. И критерий аргументации перестал быть ведущим. Так скажем, это продолжение такого резюме. В сочинении 2019-го важно обосновать свою позицию без привязки к художественной литературе или к жизненному опыту. Это не значит, что аргументация не нужна. Количество баллов за экзамен осталось прежним. Вот опять же сошлюсь на методические рекомендации. В этих методических рекомендациях как раз Ирина Петровна и объясняет, почему это произошло. Я вот сейчас нахожу этот комментарий. Итак, вот есть такая табличка. Если вы смотрели, обратите внимание. И написано. Комментирование при работе с текстом... Комментирование при работе с текстом актуально на всех этапах государственной итоговой аттестации по русскому языку. Выделены три колонки. Первый основной государственный экзамен. Задание 15.2. Где задание. Напишите сочинение рассуждений. Объясните, как вы понимаете смысл финала рассказа и так далее. Далее колонка. Итоговое собеседование. Задание 2.1 части. Перескажите прочитанный вами текст. Включи пересказ слова одного из авторов. И, наконец, третья, так скажем, третья часть три птиха этого. Единый государственный экзамен. Задание 27. Ну, только что мы с вами говорили об этом. Обратите внимание, что выделено слово... То есть, в предложении сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста, выделено слово «поставлено». Очень много было ошибок таких вот, когда ученики писали, автор коснулся проблемы. Что же коснулся? А как же комментировать проблему, которую автор только коснулся? Значит, нужна более резкая проблема, которой автор не коснулся, а он ее поставил, ребром поставил, так поставил, что мы откликаемся на нее, соглашаемся или не соглашаемся. Мы чаще соглашаемся, конечно, потому что в тексте, если вы обратили внимание, нет повода не согласиться с этими авторами. Екатерина, вижу ваш комментарий, вы скачали уже. Ольга Вартынова пишет «никакой стабильности». Ну что ж, понимаете, что такое стабильность? Может быть, это путь в болото все-таки? На одном из спецсоветов, на котором я присутствовала, позволю себе, знаете, прокомментировать ваш ответ, о вас уж мы говорим о том, что мы должны комментировать. Так вот, на одном из спецсоветов я услышала в выступлении директоров замечательное такое наблюдение. Она давала анализ работы за прошлый год и сказала следующее, обращаясь к своим педагогам. «Дорогие друзья, мы пришли к правильным выводам, что мы стоим на правильном пути». Сделала паузу, а дальше сказала. «Мы стоим на правильном пути, а надо идти». Чувствуете разницу, да? Вот я вам покомментировала. Потом, знаете, мы часто говорим, что мы смотрим в правильном направлении. Вот пора бы уже не смотреть, а просто идти. Я не согласна с тем, что задания усложняются. Понимаете, ну вот моя позиция. Времена меняются. И если мы хотим, чтобы что-то оттачивалось, то наши замечательные создатели Кимов, авторы Кимов, тоже смотрят, учитывая ваше замечание. Так, ну согласна, да, было пять слов, а стало 15. Действительно разница есть. Вот тут не могу с вами, Татьяна, не согласиться. И обратите внимание, я красненьким выделила слово «комментирование». Вот слово, которое будет написано на флаге филологов единого образовательного пространства. Комментирование – ведущее слово этого учебного года. Приемственность государственной договорной аттестации по русскому языку позволяет включить механизмы перехода цели и полагания в конкретное содержание примета и контроля. Вот что нам пишут. Так, далее. Вижу, Наталья, нельзя ли подробнее прокомментировать постановку баллов по К1 и К4, за что и сколько? Знаете, вот вообще, конечно, удобнее комментировать, когда вот есть такая табличка. Вот очень вам рекомендую все-таки посмотреть, поработать. Вот действительно, устно очень сложно. Здесь вот, знаете, вот они очень подробно все это сделали. Ну вот смотрите, я просто опять отвлеклась, потому что вопрос изменения критерий по оцениванию, по сравнению с 18-м. Итак, К1, формулировка проблем исходного текста. Как был один балл, так и остался. К2, комментарии к сформулированной проблеме исходного текста. В 18-м 3 балла, в 19-м 5 балла. К3, отражение позиции автора исходного текста. Смотрим, у нас в 18-м 1 балл и в 19-м 1. И вот был К4, такой, значит, у нас критерий, аргументация в заменуемом собственном мнении по проблеме, отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. В 18-м 3 балла, в 19-м 1 балл. 1 балл. Понимаете, на слов воспринимается действительно очень тяжело. Вот, рекомендую вам, можно в электронной версии смотреть, скачайте и с компьютера, вот, прочитайте внимательно. Очень подробные, то есть, вот вы, когда читаете методические рекомендации, в заключительной части есть все, вот они, вот, смотрите, комментарии по планируемым изменениям в КИП 2019 года. Каждый поработайте индивидуально с этим текстом. Так, вижу ваши замечания. Действительно, сейчас перерабатываются пособия серии «Я сдам ОГЭ», не 25 лучших вариантов, а «Я сдам ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ». Дорабатываются в связи с изменением, которое вот сделано. Пособия серии 25 лучших вариантов хороши для того, что в основном, большая часть заданий осталась прежней. Тренируйтесь и возьмите новые задания уже или с демо-версии и обновленных пособий ОГЭ. Так, и как аргументировать свое мнение? Марина, значит, вижу ваш вопрос, вот, рекомендации вы прочитали, ясности. Предлагаю вот отдельно сделать нашу встречу по итоговому сочинению. Я разработаю такой вебинар, и мы с вами поговорим. Вот действительно не получится очень поверхностно об этом говорить. Причем я, значит, приведу мнение наших ведущих специалистов, и вот таким образом давайте поработаем. Вот предлагаю вот такой вот маршрут. По маринкам, которые для работы и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Вот, посмотрите, так скажем, усиление серии «Я сдам ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ» 25 лучших вариантов. Марина, да, согласна. Вот, вы уж извините, что я отрываюсь, но мы же в идеологии с вами, правда? Спонтанная речь предполагает включение сразу же оправы. Да, что непременно нужно сделать и в ближайшее время. Обещаю вам это лично, я обещаю вам это, и я думаю, что мы эту конкретику с вами сделаем отдельной историей. И я обращусь к нашим ведущим авторам. Их мнение для вас, уверенно, очень важно. Пока действительно такой вот обзор получается. На линке есть справочник для подготовки к ОГЭ. Обратите внимание, ОГЭ по русскому языку и литературе. Вот он, видите, справочник помощи выпускников. Здесь идет акцент на самостоятельную работу. Есть ученики, которые могут работать по индивидуальной траектории под вашим вниманием. Вот, поэтому, вот, пожалуйста, можете использовать его. И мне вот для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ очень нравятся пособия Варина Анатольевна Бондаренко, русский язык, проекты и творческие задания. С пятого по девятый класс эта история. Очень много интересных заданий на отрабатывание определенных норм. Грамматических, артоэпических. Вот, вижу, больная тема, да, критерии оценивания. Давайте мы, практики с вами, давайте мы с вами практически посмотрим на эту историю. Жду ваши комментарии, письма ваши жду, как вы видите, в чем вы видите конкретику. И тогда на следующем вебинаре я готова буду представить вашу позицию, поделиться своими, так скажем, не то чтобы открытиями, а своими наблюдениями, но мы будем смотреть уже конкретно. Разберем направление, темы и разделим итоговое сочинение и сочинение уже в режиме ЕГЭ. Давайте вот так будем смотреть, на сочинение и там, и там, и там, и там. На какое мы будем смотреть, на какие критерии мы обращаем внимание. Если только ЕГЭ, давайте об этом говорить. Если еще и итоговое сочинение, тогда делим на две части. Так, Людмила Владимировна говорит об ошибке демо-версии в 21 данных ответах. Может быть, ошибаюсь. Знаете что, давайте я посмотрю. Давайте я посмотрю. Хорошо? Я вот сейчас вот не готова сказать. Так. А, уже исправили. Замечательно. Видите, как хорошо. Только вы нашли, уже исправили. Итак, вот хочу обратить ваше внимание на цитату нашей встречи. Если завтра в поход, будь по ходу сегодня готов. Вот мы с вами разобрали, так скажем, наши рюкзачки филологические, посмотрели, что нам в этих рюкзачках необходимо, от чего мы откажемся, что возьмем. И вот теперь предлагаю уже о конкретном походе говорится. Переучивать детей не нужно. Одиннадцатый класс необходимо сейчас работать в связи с изменениями. Так. Замечательная цитата, которую Татьяна привела. Ну вот я предлагаю вот уже заняться наполнением нашего рюкзачка и сделать это уже вот на следующей встрече. Будем доучивать, будем что-то изменять. По большому счету, предмет русский язык остался прежним. Правила не изменились. Жиши по-прежнему, пиши с буквой И. Я сейчас не ёрничу, я просто пользуюсь возможностью говорить на нашем языке метафор. Давайте работать в сегодняшнем дне, не заглядывая во вчера, что было вчера изменилось, потому что событие, оно здесь и сейчас. И будем готовы к тому, что, возможно, будут изменения и дальше. Мы с вами, учителя практики, мудрые наставники. И наши ученики, их спокойствие, их успех зависит от нас. Слава Богу, учителя-словесника роботы пока заменить не могут. Мы не прощаемся с вами пока, уважаемые учителя. Я сделала подборку таких полезных вебинаров, которые именно учителю русского языка и литературы будут интересны. Или если вы классно руководите. Давайте посмотрим вебинары с сентября, что мы с вами узнаем. Вот, пожалуйста, с включением сегодняшнего вебинара и ссылка на него. Далее у нас, посмотрите, завтра у нас встреча с вами. Мы поговорим о рабочих тетрадях. Всё есть на слайде, поэтому я не буду подробно читать. Есть у нас несколько вебинаров, которые будут посвящены предмету «Русский родной язык». И я предлагаю учителям основной школы всё-таки посмотреть, а что с предметом «Русский родной язык» в начальной школе происходит. Так. Отвлекусь на вопрос. Расскажите, как оно время оно готовится к экзамену и устному собеседованию в 9 классе. Знаете, есть вебинар в прошлом году, называется «Крапка сестра таланта». И я там делаю ссылки на то, что мы работаем и на письменную речь, потому что пересказ у нас изложений, это, в общем-то, пересказ, только английских текстов. И на устную речь. Как можно включать задания на тренировку устной речи в задания, которые готовят нас к пересказу. Готовы доработать ещё эти свои наблюдения, учитывая, что теперь всё серьёзно, а не апробация, и поделиться с вами своими открытиями. Итак, далее посмотрите особенности нового курса русского языка «Русский родной язык», программа «Цели и задачи курса», «Лучебно-методическое сопровождение курса». Далее опять, смотрите, «Русский родной язык» уже основной школы 5-9 класса. У нас два наших знакомых автора, Андрей Георгиевич Нарушевич и Ирина Нургаина-Модовротина будут лекторами и ведущими этого вебинара. Так, дальше. Управление и путь системы управления электронными учебниками в издательство просвещения. Если вам будет интересно, потому что всё-таки мы с электронными учебниками работаем, говорим о цифровизации, поэтому вот я всё-таки усмею вам это предложить. «Русский родной язык» традиционное и новое в преподавании курса. Один из авторов Ирина Нургаина-Модовротина ведёт руководителя образовательных организаций. Это рекомендуйте, если, может быть, вы являетесь заместителем директора развития предпрофессионального образования школьников или, если вы классный руководитель, эта тема вам тоже нужна. Так, ну вот, благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, готовы к диалогу. Вижу вопросы. Так, по комментариям. И так у всех были нули, а теперь вообще 5 баллов. Так, прилетел вопрос. То есть это комментарий. Ага. Так, я верну вопрос. По комментариям. И так у всех были нули, а теперь вообще по 5 баллов слетит. Связь нужно установить между цитатами. Очень субъективный критерий получается. Давайте смотреть как практики. Вот будем с вами пробовать. Я предлагаю просто вот практикой заняться. Давайте разберёмся сами, чтобы выходить к детям уже с уверенной позицией. Так, по сочинению на ЕГЭ в ближайшее время. Всё-таки мы говорим про... Я увидела пожелание провести два отдельных вебинара. Давайте так и сделаем. Итак, вебинар по сочинению итоговому и вебинар по сочинению в формате ЕГЭ. Правильно я вас понимаю? Так, почему временное выполнение афтографических заданий больше? Выбор же дети делают при анализе примеров. Так, мы напишем дополнительные цифры. Так. Наталья не очень поняла. Время на афтографических заданиях, время, общее время экзамена осталось прежним. Если вы говорите на вот, так скажем, таймер, по времени, надо посмотреть. Всё равно уже мы говорим о индивидуальной траектории подготовки к экзамену. Так. Я просматриваю вопросы. Ирина, я уже сказала, что книги ЕГЭ, где будет 19-й год, сейчас дорабатываются пособия в связи с изменениями. Разумеется, за 4 дня прореагировать на изменения издательство не может. Мы же всё-таки с вами не рукописи выпускаем, а печатные издатели. Поэтому подождите. Совсем немного дорабатывается. И всё это будет актуально в связи с изменениями, которые есть. Так. А вот критерии 2 к сочинению. Кто понимает? Уважаемые коллеги, я вижу, вопросы есть. Вот вопросы, которые вы сейчас задаёте, предлагаю разобрать на нашем практическом задании, занятии. Да, как писать комментарии. Честное слово, за одну минуту не уложусь. Правда. Давайте мы об этом поговорим. Я очень жду вашей активности. Делитесь своим опытом. Спрашивайте. Не бойтесь, я не знаю, ошибок в том числе. Давайте вместе разберёмся. Вижу вашу такую активность. У нас не так много времени. Жду вопроса. Задание 1 ЕГЭ. Так, а я об этом уже говорила. 1 балка. Да, да, 1 балл. 1 балл. Вот когда... Посмотрите на презентации, они есть. И ещё раз вы проштудируете методические рекомендации. Ну что я могу сказать? С литературой более-менее стабильность. Хотя, насколько я понимаю, процент ребят, которые выбирают литературу для того, чтобы сдавать, значительно не увеличивается. Так. Хорошо, ничего. Спасибо. Так, не забывайте. 25 вариантов по русскому языку. Вижу вопросы. Андрей Георгиевич Нарушевич, 19-й год, 25 вариантов. Да, это наш автор. Ну что ж, эмоции есть, значит, вы полны сил, и я очень рада тому, что мы активны, как это, мы бодры и веселы. Опять не ёрничаю, а вот оставляю вам такое пожелание. Работаем, не прощаюсь с вами, говорю вам до завтра. Большое спасибо вам, дорогие учителя. Спасибо. 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 Спасибо.